что на этой схеме изображено здесь предложение о решении конфликта предложение о решении конфликта на самом деле подходит как в глобальном смысле когда например вещь идет о примирении народов так и когда речь идет о примирении двух людей когда мы находимся в нулевой точке дисбаланс это как раз то самое место конфликта проблематичное что обычно когда мы хотим кому-то помочь чего мы с вами начинаем и начинаем обычно разговаривать сразу идем разговаривать вопрос у меня к вам были ли у вас такие ситуации когда вы хотели принести добро происходило хуже вроде как идешь до решить проблему потом думаешь зачем мне это надо было да теперь все хуже стало ну классно когда наоборот я сейчас как раз спрашиваю я я вы помните да мы говорим о реальных сейчас вещах не а теория у кого из вас были хорошем смысле когда вы хотели прийти и помочь были неудачи бывало да а вы потом анализировали что почему произошло кто из вас получал ответ получал на самом деле правильный ответ для себя почему все не получилось человек которому вы хотели помочь в нем была проблема он был закрыт защитная реакция у него включил ну либо люди обычно могу сказать да я тебя услышал да это хорошая идея я так сделаю ты отходишь и они делают все равно по своему а потом а потом они опять к тебе приходят и говорят вот плохо все когда эти стабилизация какая-то когда вы приходите в расшатанную ситуацию и начинаете участвовать в миротворчестве уже происходит серьезная ошибка она заключается в том что вы не изучили ситуацию по-настоящему вы или со слов одного человека что-то там увидели или там преломили пресса через свою собственную призму вот или у вас например есть симпатия к одному человеку и уже какие-то допустим неприятные моменты были с тем другим кто участвовал в конфликте на самом деле вы объективно объективно ситуацию не можете видеть значит если вы собираетесь разбираться в конфликте и привести людей к примирению начали надо эту ситуацию изучить то есть начинается все с этого первого шага компетентность или образование в глобальном смысле образование нужно действительно как образование но нужно если вы хотите быть миротворцем заниматься конкретно этим вот заниматься этим как служением заниматься этим как миссии миссии здесь необходимо образование даже то что мы изучаем вот эту вот сейчас схему адана курли это на самом деле образование например ну тоже из рассказа например одному человеку пришлось вести миротворческую работу в одном племени где несколько сотен лет враждаю сотни лет вражда между племенами вы туда типа приходите сейчас я им расскажу как надо правильно жить и да а там как ровная месть десятками лет там одни убили детей одного племени те пошли отомстили убили детей того племени потом там затишься 30 50 лет всем показалось что мир потом хоп кто-то вспомнил пошел опять перерезал это это бесконечное бесконечное продолжение вот приходите еще сам всем расскажу как жить когда начинаете изучать ситуацию вы понимаете что там допустим место для решения вообще его нету потому что там кровная уже генетическая месть генетическая ненависть которая передается из поколения в поколение тому что ну рассказывать этим людям что вам надо помириться или там вы должны простить спасибо за помощь вы нам очень помогли да и вы начинаете разговор или или вы начинаете на таком уровне разговаривать ну допустим частная история начинаете разговаривать с человеком рассказать как ему надо там простить но тоже понимая что это плохо библия гришна не прощение это грех библия говорит что если ты не прости что тебе прощено не будет и сидит этот человек который ну реально там какой-то там пострадавшие знаете вообще не знает как вычухаться из этой истории приходите выше так ему так на 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 тебе на тебе еще тебя и бог не простит потому что ты не прощаешь в общем класс до помогли по серьезному помогли и так для того чтобы вообще решать подобные проблемы все-таки нужна компетентность нужна компетентность игнорировать компетентность не стоит будут неудачи будут плохие попытки помочь на самом деле вот нужно понимать друзья что когда вы будете приносить перемены вы будете приносить дестабилизацию вы будете приносить некомфорт вы приходите опять же та же самая ситуация когда вы будете говорить к человеку и все-таки это правда что простить надо как говорит как сказал один учитель говорит смотрите чтобы в глаз не получили при своей попытке помочь кому-то когда вы приходите возьмем такую так ли племя вы приходите к одному племени и начинайте ходатайствовать о мире за другое племя вы можете стать человеком да как бы как бы представителем другого племя если вас с ним соединят вы получите то есть вы уже уже не грамм себя ведете так ему нельзя себя вести наде вещи нужно понимать когда вы предлагаете выход людям когда вы предлагаете выход из конфликта вы предлагаете перемены вы предлагаете дестабилизацию но смотрите один человек обижен на другого по крайней мере все понятно он плохой я обижен по крайней мере все ясно и привычно если вы начинаете решать конфликт вы обоим сторонам предлагаете путь очень в некомфортно самом деле опять же как кто-то пошутил главное остаться живым при хорошей попытке принести мир я думаю ну это важно вот это понять это важно понять вот тут вот вот тут все у нас и не получается вот здесь знаете такой миротворец такой приходит это сейчас как приду как именно как мир как принесу чтобы принести мир нужно выйти за рамки нужно выйти из привычного мышления нужно выйти из вчерашних устоев нужно чего-то отказаться да никому это не нравится и вы предлагаете людям идти туда куда им не нравится вы горите вам принесу мир если вы сделаете это они на это смотрят думают идти ты не так плохо мне сейчас еще вот это все надо делать то есть и ты миротворец выглядишь на самом деле человеком приносящим дестабилизацию ты приносишь колебания потому что выход здесь на этом в этом месте его нету вот если вы находитесь конфликте вот в этой вот да это какая-то там площадка на этой площадке нету выхода на этой площадке нету примирения из этой площадке надо начать выходить конечно же во первых обиженному лучше быть обиженным иногда это комфортней возможно ну то есть точно нужно понимать что мир тяжело не дается у него есть цена и когда люди хотят мира их нужно мотивировать так чтобы они захотели заплатить цену за то чтобы начать выходить вот этот вот вот в этот мир и вы типа тот человек который можете помочь им туда прийти помогать стоять рядом да там держать за руку не знаю разнимать если что и на самом деле эти вещи нужно ну понимать как как никак не сделай зло как не навредить как как еще больше зла не сделать блаженные миротворцы они называются сынами всевышнего это как знаете как дети бога приходят и там где все мертво они приносят туда вообще мир божий это представители бог очень высокая миссия на самом деле я думаю так я думаю я думаю что вообще все это дело любить надо короче я думаю что то надо любить потому что когда идешь к людям они тебя чисто вот раздражают что они такие плохие лучше ну не надо браться за это все равно даже вспыльчивый человек если ему нравится приносить мир он начнет работать над своим характером и научиться быть невспыльчивым и по крайней мере пить кофе больше если что до вас банк приходить не чашкой кофе а с такой большой банкой кофе дали там в валерьянке там например не знаю что там его будет помогать дать черпаком такие вот сейчас вы дожди глотну будем разговаривать дальше ему нравится это да а потом тебя убили вместе им будет им будет дружить да и будет против кого дружить вместе да когда мы предлагаем людям мир мы предлагаем им выйти за рамки то есть до развития но вот таким вот образом происходит кто из вас может видеть какую-то такую живую ситуацию где вы где где вы это можете я просто как думаю что когда мы таких вещах разговариваем нара каждый сидит и там прошу на там свое думает какую-то какую-то ситуацию вспоминаем но когда тора говорит замечательную вещь такую она говорит один приходит и говорит а второй приходит и исследует слова ну то есть исследует слова первого тора говорит о том что для того чтобы быть мудрым в суждениях никогда нельзя строить понимание ситуации по рассказам одного человека то есть это не значит что он врет это значит что он субъективен и он не рассказывает каких-то деталей потому что они для него не важны от этого очень сильно меняется картину они для него неважно он может поменять следствие причину и местами вы вообще ничего не поймете что было он говорит что его и ударили или там ему вот такую такие-то слова сказали выпаяв что он реально до при свидетелях сказал собираешься и да сказал приходишь тому человеку от очень горит а ты знаешь после чего я это сказал и так раз и достает еще какую-то часть истории ты думаешь что я бы хуже сказал если пацаны так поступили да да и и так и ты начинаешь исследовать конфликты ты понимаешь что там вообще дело не в словах а в какой-то очень длинной истории которая тянется уже не знаю там 10 лет и уже никто не помнит когда она началась и что для того чтобы принести мир надо сесть и очень серьезно разбираться и а эти люди пытались 10 лет сделать вид что у них нет проблем они пытались заочно прощать они пытались сделать вид что между ними ничего не происходит но вот результат это уже необоснованная ненависть необоснованное терпение не оба ну уже уже как бы сожжены такие мосты что ли строить отношения потому что у них куча не разобранных кирпичей за спиной куча камней которые не накидали в свое время и они притворялись в прощении они притворно заставляли опять же насиловали там как-то теологически они понимали что вроде это правильно да теологически в кавычках а еще бывает такое когда допустим ты переносишь нет но ты не разговариваешь с двумя сторонами а ты разговариваешь со мной а вторая сторона она уже давно в баррикаде сидит и ни с кем не разговаривает и просто воюй да ну ведь до этого дошло как-то да докатилась поэтому когда мы говорим о творении мира помните сохранять мир вот ей есть есть такое действие миротворца когда мы сохраняем мир не не давая дойти до такой ситуации с которой уже тяжело вернуться назад ну наверно хотя не знаю сейчас последний раз когда я встречалась с из киргизстана по моему люди до нас было мы две недели вместе были и я спрашивала о политической ситуации там с узбекистаном была кровавая резня опять же мы этого не знаем нас это не касается вот но я откуда об этом знаю потому что люди как раз когда это произошло привозили видео с границы и видео но ужасное допустим маленький годовалый ребенок на глазах у людей умирает там что произошло и вот военные начинают его поливать водой и массаж сердце делать чтобы запустить сердце узбеков узбекистан обратно не пустил мне рассказали что еще и расстрелял что там произошло кто поднял я не особо знаю имена фамилии и так далее кто всю эту завароху сделал неизвестно но как моя подруга вот новая она рассказывает ее дом он на улице где она киргизка и он на улице где живет много узбеков и наград мы видим что они собираются камазы какие-то большие грузовики приезжают они кидают чемоданы садятся все толпами выезжают мы подумали говорит что у них какая-то национальная может быть там фил что что-то куда-то они едут что-то праздновать а они оказывается все выезжали потому что знали что начнется резня то есть они были готовы и это узбеки которые жили на территории киргизстана многие года говорится ну не как говорится так и было что мы вместе в школу ходили мы вместе и закончили мы вместе выросли мы росли на одной улице и то что начала потом происходить это то что в страшных вот этих история когда перерезают весь роддом с детьми но что это было как это началось и когда вызвали уже армию и пошли танки начали узбекские дома сравнивать землей вот узбеки побежали на границу с узбекистаном чтобы бежать к себе там их не приняли и вот я как раз видела эти съемки их не пускали страну а те которые перебежали их там же расстреляли на территории узбеков да и я я спрашиваю этой своей подруге говорю и что теперь она горит они чем говорит но может лет десять тихо будет а потом все начнет начнется сначала люди знают что этому нету конца то есть поэтому худая худой мир почему я это рассказываю это временное фиктивное перемирие чтобы набраться сил и потом продолжить вот что такое худой мир наверное так для верующих людей это вообще не вариант друзья вот что я хочу сказать нам кажется что мы отойдем разойдемся по начнем жить по-своему пройдет время залечит ну знаете эти все вот эти лайки ну давайте говорить правду как насчет любви как насчет любви писание говорит она охладевает она охладевает когда идет нарушение этики нарушение границ нарушение законов божьих охладевает любовь охладевает сердце вот то что нам хотелось бы иметь это страсть любовь это воодушевление там мотивация это искренность это открытое сердце нам всем этого хочется но есть атмосфера которая все это гасит вот и из-за того что мы недооцениваем силу вот этого угощения мы оказываемся в этой атмосфере бывает и так выход за рамки выход за рамки вот представьте себе давайте так больше к нам поближе приземистого такой пример возьмем представьте себе что вы находитесь в одной группе людей где вы пережили разные конфликты в ком-то разочаровались ну на ком-то внутренне конечно вы не признаетесь этому поставили крест вы мать счет не поменяется так далее но вы продолжаете быть частью какой-то одной группы и вы привыкли к этому долгое время ну уже по привыкали так живем дальше и вдруг приходит кто-то и говорит я хочу разобрать там конфликт пятилетней давности шестилетней давности точек фактически вас начинает что не стабилизировать уже как-то там приспособились тут вас начинают дергать что там заставляют вспоминать вот вам предлагают выйти за рамки вчерашнего дня например вам предлагают покаяние а у вас никогда этого в культуре не было или вам предлагают собраться исповедовать свои написано исповедуйте свои проступки на провинность вы признавайтесь в своих ошибках вам предлагают пойти на такой разговор давай а у вас вообще такого в культуре нету вы никогда этого не делали а чё я должен что я буду унижаться перед этим человеком а чтобы вы никогда так не жили это не было вашей культуре вы никогда допустим я предполагаю да вы никогда не применяли эту счастье вам кто-то приходит и предлагает чтобы иметь мир вот эти все вещи надо сделать кому хочется это делать кому хочется никому не хочется все же приспособились да все приспособились да мало того а как же она кажется что интересно что кажется комфортно наш не комфортно и совсем но 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 срослось уже до Когда две стороны все-таки готовы, когда две стороны все-таки готовы выходить за свои рамки, только тогда посмотрите на схему, можно начинать диалог. А я в самом начале спросила, вы попытались, у вас не получилось. Почему? Потому что люди закрыты. Может, вы диалог начали с первого пункта? Нет. Они готовы послушаться вас, они готовы принимать вашу консультацию или вашу помощь. Это очень важные условия для того, чтобы начать вести диалог. То есть, если люди отказываются напрямую, то можно смело отходить? Ну, значит, не то, чтобы смело отходить, вы не готовы. Возвращаемся к пункту 1. Ну, давайте, верующие люди, поговорим, что нужно, чтобы быть готовым. Во-первых, нужна молитва быть. Потому что мы не можем сейчас взять эту схему, знаете, вот она там, панацея. Нет. Конечно же, нет, это всего лишь какой-то Адам Кюрли, я его не знаю. Вы тоже, я так полагаю. Но кто-то предложил обещать их схем, на самом деле, модели решения конфликтов, их очень много, очень много. Потому что это наука, она предлагает разные версии. Просто этот простой, наверное, нам понятный. И когда мы идем, разговариваем, у нас есть консенсус, мы же можем с помощью, опять же, там, скажем так, с помощью миротворца, мы можем слышать друг друга, мы начинаем вместе, вместе решать, как двигаться дальше. И мы с вами поиграем завтра в очень интересную игру, которая нам поможет увидеть, какие могли бы быть предложения с вашей стороны, когда вы помогали людям, и у вас не получилось. Какие предложения могли бы быть к вам, которые когда-то не были сделаны, чтобы вам выйти из конфликта. Понимаете, что на самом деле появляется надежда, что все-таки можно жить, не притворяясь. Можно действительно прийти к настоящему миру. По-настоящему, по-настоящему не прятать глаза, не приходить в зал, в собрание, садиться в разных местах подальше друг от друга. Что-то действительно возможно. Просто есть некоторые вещи, которые, ну, не надо их сбрасывать со счетов, надо их порешать, короче. Их надо просто порешать. Да, ну, да, порешать, да. Мы с вами посмотрим, значит, что мы с вами дальше сделаем. Мы с вами рассмотрим вообще, что такое безопасная зона. Потому что, опять же, люди иногда набираются силы, набираются там, пойдем решать конфликт. Пришли, поговорили, накидали ко мне еще больше и вообще больше. Все, мы пробовали, у нас не получилось, все, больше нас не зовите. Это бесполезно. И каждый думает, почему бесполезно. Потому что тот, он именно плохой. Он закрыт, он там нечестный или еще что-то. Проблемы всегда чаще всего видим в другом. Мы поговорим об этой безопасной зоне. Как ее найти? Мы поговорим о понятиях справедливости. Это очень интересно. Потому что как мир у каждого свой, так и справедливость. Но справедливость, она вообще не субъективна. Справедливость не принадлежит. Понятие справедливости, оно не принадлежит никому из нас. И мы поговорим о справедливости. О том и другом мы вряд ли успеем завтра. Потому что успеем. Мы поговорим о справедливости. И как раз это то, что должно быть критерием. Или это как раз то, к чему должно быть стремление у верующего человека. Потому что если мы не хотим справедливости Божьей, а хотим своей правды, никаких примирений по-настоящему. Никаких решений, конфликтов. И тем более, когда мы говорим о настоящем прощении, их не будет. И тогда не работает то самое обещание Бога. Оно говорит, если вы во свете, вы имеете общение. Это не общение формальное, когда вы притворяетесь в прощении. А общение в Святом Духе. И что тогда происходит в этом общении? У нас есть невероятное обетование. Что происходит? Бог очищает нас. Не потому что мы к Нему пришли молиться о прощении, а потому что у нас есть общение во свете друг с другом. И если бы речь шла о людях, у которых всегда всё хорошо, наверное, не про них написано это. Речь идёт о людях, которые намеренно выходят во свет для того, чтобы порешать вопросы тьмы. Что жить невозможно после в этом мире зла? То есть как жить и как не в свете? Ну, что-то мы умудряемся. Теоретически мы задаём хорошие вопросы. Мы верим в классные проповеди. Мы верим в Божье обетование. Мы надеемся на то, что всё, что мы можем получить от Бога в нашей жизни, исполнится. Но практически мы оказываемся часто слабыми людьми. Когда доходит до практики, мы часто не способны наступить на эго. Мы не способны признать свою ошибку. Просто мы слабые люди. Иногда много возникновения в таких громких. Да, мы верим в хорошие вещи, но их вообще нет в нашей жизни. И мы будем продолжать верить. Но так страшно посмотреть на реальность. Вот, страшно. Но Бог говорит не бояться. Он не говорит нам играть в веру. Он не говорит нам играть в прощение. Он говорит о реальной жизни во свете, что-то возможно. Жить в мире возможно. Жить в исцелениях возможно. Претерпевшие до конца, написано, спасутся. Это люди, которые всё-таки не подадутся этому растлению, этому беззаконию, этому нарушению правильных вещей. Написано как? Идут люди на зло. Не иди за большинством. Не иди. Занимаются все сплетнями. Помывают кости. Может же быть такое, что вы находитесь в обществе людей, где нормально сплетничать. Вот вы попадаете в какую-то группу, а там все просто, все сплетничают. Хочу вам сказать добрую весть. Вы можете из этого спокойно выйти, а не участвовать в этом. Не только выйти, можно изменить ситуацию. До тех пор, пока ты не говоришь, что это нехорошо, все остальные думают, что это нормально. Пока кто-то один не скажет, я не живу в этом участвовать, и из этого может измениться вообще ситуация. Ну да. Ну это пройти против, в общем-то, это и есть дестабилизировать где-то ситуацию. Я присутствовала в начале своего уверования, в самом-самом начале. Мы пришли с супругом в церковь, и у нас были большие, наивные, ну в хорошем смысле, такие детские глаза. Мы на всех смотрели, как уже на ангелов, понимаете. У нас еще такое непонятка было, потому что, когда мы узнавали жизнь людей, мы не могли соединить это. Ну непонятно было. Ну ладно, люди живут, так живут. Ну непонятно было. И вот первая наша конференция. Куда-то мы там едем, поселяемся в каком-то общежитии. Боже мой, это просто сказка. Деньги заплатили. О, мы едем на конференцию. Такое счастье было. И мы попадаем, значит, в комнату, мы начинаем кушать, там какие-то банки, склянки. И двое молодых людей начинают активно обсуждать семью пастора. Со знанием дела, кто на кого работает, у кого офис, у кого родственные связи. Про прославление, как туда не пробьешься, потому что там жена пастора. И вы знаете, мы сидим, кушаем, и мы понимаем, что у нас просто оцепенение. Потому что мы не готовы были вообще слушать, что оказывается верующие люди, они несовершенны. Мы пришли с детской верой. И когда сидят, они были учениками библейской школы. Да, они учились. А для нас студенты библейской школы, это вообще, это просто толмидимы личные. Вот личные. Это для нас были звезды. И, короче, не их только звезды на самом деле. И вот сидят эти две звезды, и при нас начинают такой подробности лично. Что? Да, проливать именно свет. Проливать именно свет на неправильное наше мировоззрение. И это было ужасно. Это было ужасно для нас, потому что, понимаете, когда у тебя душа летает, а тебе просто взяли так сцедеть, крылья вот так вот подрезают. И один парень, скажу, что он сделал, он встает, вот так вот вытирается с леточкой рот, и говорит, я не собираюсь при этом присутствовать. И вышел. Это было, друзья, больше 20 лет назад, и очень хорошо это помню. Встал и вышел. И лучшей проповеди Евангелия в тот день для нас не было. Вот. Поэтому, да, это возможно. Когда вы попадаете в среду, где делают плохо, вы можете это не делать. Я не говорю, чтобы вы встали, и сказали, вы тут все грешники, в общем, и такие, я не буду таких, как вы, буду лучше. Конечно, это уже, ну, да. Дух чуть-чуть другой, да. Вот. Но не согласиться с этими вещами возможно. Значит, задание у нас с вами такое, друзья. Задание у нас такое. Вы должны сочинить историю. Можете взять реальную историю, но в ней не должно быть реальных имен. Вы должны рассказать эту историю. Это не обязательно для всех. Ну, я не знаю, как мы успеем за все дни, но, возможно, две истории за вечер мы будем разбирать. Хорошо? Историю. Историю о конфликте. И мы все будем пытаться его решить. Почему лучше? Слушайте, лучше реальную, потому что фантазии в этом, они, ну, это немножко, да. Есть реальные истории. Да. Реальные истории, которые, может быть, не решены или непонятно, как их решить. У нас в одной общине, в одной общине, в бизнесе конкуренты по бизнесу, в одной общине. Причем, ну, человек пять, наверное, конкурентов. И это служители, влиятельные люди общины, которые имеют бизнес, конкурирующие жестко друг с другом. И... Я думаю, что это люди, которые показали серьезный пример христианства. Нет, как надо вести себя. Это позитивная история. Потому что, при том, что они конкуренты, мы продолжаем принимать причастие. Это люди, которых вначале были странные истории, когда один человек уводил клиентов у другого. Так получалось. Из-за некомпетенции, незнаний, как говорится, погорячился, решил хапануть чужого, не подумал, как нанесешь ущерб. Ну, в общем, были сделаны ряд плохих вещей, или, скажем так, были сделаны ряд решений, которые нанесли ущерб брату или сестре. И когда все это произошло, конфликт достиг такого эпогея, что кому-то из них нужно было только уйти из общины, вариантов не было. И мы прошли это. Мы вместе прошли это. И это мы проходили, наверное, годы. Ну, это не один разговор. Так что, я знаю, что такие вопросы решаются. Речь шла, слушайте, об оборотах тысяч долларов, когда кто-то должен был просто оставить их в знак компенсации за принесенный моральный ущерб. И это люди делали. И у меня сегодня, я знаю, что это возможно, я знаю, что есть благородные люди, я знаю, что люди готовы платить большую цену для того, чтобы иметь мир. Я знаю, что не все так прям ужасно и плохо. Вот иногда вот столько человеку нужно сделать, а он не готов, потому что он свое эго не готов вот настолько надергать, подергать чуть-чуть. А есть люди, которые заплатили амбициями, тысячами долларов, тысячами, для того, чтобы только остаться в мире. Поэтому, это реальная история, это невыдуманная история. Если у вас есть история, которая на сегодняшний день не разрешена или непонятно, как ее разрешить, вы ее можете предложить, и мы вместе попытаемся подумать, что можно сделать. Понятно задание? Нет, завтрашнего дня. Все. Вопросы мы заканчиваем, да. А на первой страничке еще насилие? Когда речь идет о насилии, мы здесь пропущены, да, у вас? Там нужно написать, когда мы знаем, чье насилие, тогда мы можем подобрать инструменты к решению. Ну, то есть, решение конфликта может зависеть от того, когда вы понимаете, чье конкретно это насилие. когда речь идет о чьей мир, тогда речь идет о том, что он может быть разного представления. Например, как я уже говорила, для основного контингента из Украины, там, где я присутствовала, свобода была выше, чем кусок хлеба. А другие люди говорили, главное, чтобы не было войны. Если никого не убивает, это уже мир. Они говорят, для нас это не мир. Нам этого недостаточно. Мы не считаем, что отсутствие войны это мир. Это в периоде войны, да, вот там, да, когда убивали, когда не убивают это мир. Сегодня, ну, для нас мир сегодня чуть-чуть другое. Мы хотим свободу, мы хотим принимать решения, мы хотим смотреть своими глазами на мир. Для нас вот это мир. Хотя пару лет назад для нас было... Да, да, ну все меняется. Опять же, мы же по-разному даже здесь сидим, думаем, правда же? Вот. Просто я вам рассказываю, то, ну, это не надуманная история. Вот. И тогда, может быть, там что-то похожее на диалог после этого. Напоследок расскажу историю. Мы с мужем поехали в Турцию сейчас, и мы попали в очень такую некомфортную ситуацию, потому что основной контингент отдыхающие, это россияне. Их очень много. И мы поехали уже к середине сентября, ну, хоть вот эти, что с детьми там поуезжали. Учебный год начался, но их очень много, и они именно приезжают именно, именно. Да, именно там вот гудеть, гудеть. И аниматор, аниматор, женщина, которая занималась развлечением гостей по вечерам из ДНР, причем такая эмоционально-агрессивная тетя, вот так. И что она делала? Она все время подсаживалась к туристам из России и начинала гнать на украинцев. Вот. Я этого не слышала, но вот у нас произошел один вечер. Слушайте, я не хочу ничьей стороны придерживаться, потому что я знаю, что мы часто являемся продуктом политических игр. Кем-то, вы это, ну, просто, вот это жизненная ситуация, вот рассказываю вам. Мой муж ходил все время на какие-то вечерние соревнования, потому что дочь все время хотела, чтобы папа играл и выигрывал. Он ради нее там в конкурс участвовал, конкурсы была вот эта барышня. И вот что она делала. Вы откуда? Хлопец скажет, я за Львова. Там, поаплодируйте все, кто со Львова. Ну, сколько человек со Львова, как вы думаете? Там, такой, знаете, там, нижний Тагил, россияне, поаплодируйте. И такой, знаете, то есть, вы сидите, вы там понимаете, что вы уже жертва ситуации. И она это, ну, она это намеренно протягивает. Один раз она сказала, ну, кто из СССР, похлопайте, знаете. Вот, напряжок был серьезный. И вот, выигрывают в конце. Значит, парень, походу, из Оренбурга, если я не ошибаюсь, и мой Саша. И она говорит, ну, что, последний тур Украина-Россия. Вы понимаете, что вы, ну, что, Украина-Россия. Мы, я, никто же ничего не хочет из нас. Серьезно. Во-первых, по численности это большой перевес. То есть, мы вроде пришли поиграть, политический напряг туда, просто хотите вы, не хотите вас стягивать. И мы дошли до финала, так сказать, одной дурацкой игры. И ребята, значит, Оренбург, Нижний Тагилы, еще что-то. И, значит, и Саша из Черновцов, Западная Украина. Ну, как бы соседи Бандеров и так далее. В общем, сама, сама интересная картина. И ребята берут вот такую бутылку вина. Ну, что, пошли поговорим. И мы понимаем, что интересно, о чем мы сейчас будем, догадайтесь, разговаривать. Вот, с трех раз, знаете, догадайтесь. Мы садимся за стол, значит, и один из них, уже достаточно подвыпивший парень, вот, такой, хорошо подвыпивший. Ну, что, ребят, давайте по душам поговорим. По душам. Ну, что вы? Ну, вот, что вы? И такое начинается, го, ну, вы что? И тут посаживается эта барышня из ДНР, которая начинает рассказывать, как в нее стреляют украинские, ракеты. Кто-то нас обвиняет в том, что мы взяли оружие у Америки, а кто-то кричит, что мы идиоты, потому что хотим Евросоюз. У нас такая мирная беседа за столом, знаете, такая прямо очаровательная, прямо бальзам на душу. Это все в большинстве, чтобы вы понимали, и это у нас отдых такой, просто замечательный отдых, да. И, да, шикарный. И я понимаю, что выйти из этого надо не в конфликте, потому что обычно так и происходило, что досаливалось, люди вставали, скандалили и уходили, с матами и с драками, так и было. Вот. И я понимала, что вообще слушать никто там не собирается, все все знают, у них телевидение, именно все про нас рассказывают, и как нас заставляют украинским языком разговаривать, прямо насилуют, нас мучают. И мы говорим с мужем, вы слушаете, мы живем в Западной Украине. Ребята, мы по-украински не говорим, мы муж вообще его не знают. Ну, нам говорили, говорю, ну, мы же не голограмма какая-то, ну, вот мы перед вами сидим. И, короче, что я вам хочу сказать, что нам удалось вообще сделать во всем этом. Мы просто объясняли, мы просто объясняли, что, понимаете, говорю, у нас есть желания наши, а не другие. Но у нас, нам, я думаю, я надеюсь, что нам удалось объяснить, что у нас просто есть наши чувства, наши желания, они по-другому, они другие, они отличаются. Вы не можете нас заставить хотеть того, чего хотите вы. Это невозможно. И мы можем, конечно же, давайте дружить, так давайте, так не заставляйте нас. Вы как хотите дружить? Вы хотите заставить нас думать так, как вы. Мы не можем думать так, как вы. Мы по-другому думаем. Хотите дружить? Давайте дружить. Мы уважаем вас, вы уважаете нас. И мы будем дружить. Это условие для дружбы. Дружба не может быть, когда один кто-то схавал другого и заставил, подчинил себе и заставил думать. Или как о князе Владимире. Я думаю, что это сказки. Но как он в Византии ответил, я хочу видеть небо с нашими глазами, а не вашими, византийскими. Когда там шло понимание, какой будет церковь, он как бы так красиво, но так я читала в книге, его фразу, что говорит, у нас есть глаза, которыми мы видим свое небо в своих цветах, а не в ваших. Поэтому рисовать мы его будем так, как мы его видим. Но по-хорошему даже потом ужинали на следующий день. Но вот что было таким вот хорошим и нам потом удалось по Писанию говорить о мире, о народах, о том, что будет то, как задумано Господом. И в общем, что мы этими конфликтами ничего не порешаем. Но вот именно переломный момент был тогда, когда удалось объяснить, что у нас есть наше желание, наша воля и наше решение. И самая большая дружба может остаться тогда, когда людям позволяют смотреть на мир своими глазами. Ну все.